Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте, братья и сестры, все любящие чтение Слово Божие. Мы продолжаем с вами исследование книги Деяния апостолов на библейском интернет-портале экзегет.ру. Сегодня мы с вами рассмотрим 13 главу. В Антиохе, в тамошней церкви, были некоторые пророки и учители. Варнава и Симеон, называемый Нигер, и Луций, киринянин, и Манаил, совоспитанник Ирда, четвертовластника, и Саввл. Видим, что Варнава и Саввл, как было об этом сказано в 25 стихе предыдущей главы, по исполнению поручения возвратились из-за Лима в Антиохию, взяв с собой Иоанна прознанным арком. Вот продолжает 13 глава, они приходят туда, и там есть некоторые пророки, о которых уже было сказано выше, что это были за люди. И также говорится и подчеркивается евангелистам Лукой, что был среди них некий Манаил, совоспитанник Ирда, четвертовластника, и Саввл. Мы видим, что несмотря на то, что этот человек, которому здесь сказано Манаил, был совоспитанник Ирда, он был пророк Божий. То есть об этом, вот, например, у Блаженного Августина есть очень хорошее замечание, он так и говорит. Вот спасает не совместное воспитание в детстве, но характер каждого человека. Очень тоже важно. Не всегда, не всегда влияет чье-то мнение, даже дурное такое, на человека, который находится рядом с другим. Видим, что воспитывались вместе, что такое совоспитанник? Вместе воспитывались. Но у каждого свой путь. Ирод стал, в общем-то, таким тираном и деспотом, в плохом смысле этого слова. А этот самый Манайло, которому здесь сказано, он стал человеком, пророком Божиим и христианином. Далее. «Когда они служили Господу и постились, Дух Святой сказал, отделите мне Варнаву и Саввла на делах, которому я призвал их». Снова мы встречаем вот эту формировку. Она уже была «отделите». То есть мы видим, что Дух Святой, как третья ипостась Святой Троицы, не говорит о том, что я сам отделяю, я выбираю, но действует через людей. Вот это очень важное указание, что Дух Святой действует в церкви, но через людей. Потому что церковь — это богочеловеческий организм. Потому что церковь состоит из людей. И вот так и сказано. «Варнаву и Саввла на дело, к которому я призываю их». Тогда они, совершив пост и молитву, возложив на них руки, отпустили их. Вот здесь вот очень хорошее указание, зачем в церкви апостольской нужна была молитва и пост. Попостились, помолились, и мы дальше увидим, что и причастились, сотворили вечерю, и пошли, сказано, благоставать мир. Поэтому 17 глава или 18 я вспомню, тогда мы ее еще рассмотрим. То есть смысл молитвы, смысл поста, смысл приступить к таинствам Божьим, чтобы подкрепиться для чего? Для самого главного, то, что видели апостолы в своей жизни. То, что, к сожалению, мы не видим сегодня. Не видим сегодня, так, как это хотелось бы. Так, как это хотелось бы. Что же? Идти и благоставать мир. Дело просвещения. Дело просвещения. Сегодня буксует. Почему? А может быть, задаться вопросом таким, нет должного поста и молитвы? Или пост ради поста, молитва ради молитвы? Может и так. Вопрос каждому из нас. Сии, быв посланы Духом Святым, пришли в Селивкию, а оттуда отплыли в Кипр. Здесь рассказывается о дальше миссии на Кипре. И, быв в Соломине, проповедовали Слово Божие в синагогах иудейских. Имели же при себе и Иоанна для служения. Мы видим, что апостолы в первую очередь посещали те собрания, которые им были известны. Они очень хорошо знали, что по субботам в синагоге будут собираться иудеи. Там есть возможность, где можно, люди уже собраны, есть возможность, где можно сказать слово. И они выбирали такие места. О Иоанне сказано, что он тоже был, евангелист Марк, с ними для служения. Многие говорят, отцы церкви, например, свидетель Анатолу Спирш, что они его брали с собой как секретаря. Но надо еще помнить, что евангелист Марк был родственником Варнавы. Это замечание, которое нам пригодится в дальнейшем, в дальнейших событиях. Пройдя весь остров до Пафа, нашли они некоторого волхва, лжепророка иудеянина, именем Вари Иисуса. «Который находился с проконсулом Сергием Павлом, мужем разумным, сей, призвав Варнаву и Саула, пожелал услышать слово Божие. И Лима Волх, ибо то значит его имя, противился им, стараясь отвратить проконсула от веры. Но Саввел, он же и Павел, исполнившись духа святаго и устремив на него взор, сказал, «О, исполненный всякого коварства и всякого злодейства, сын дьявола, враг, всякой правды, перестанешь ли ты совращать с прямых путей Господних? И ныне вот рука Господня на тебя, и ты будешь слеп, и не увидишь солнца до времени». «И вдруг напал на него мрак и тьма, и он, обращаясь туда и сюда, искал вожатого. Тогда проконсул, увидев происшедшее, уверовал, явясь учению Господня». Видим, что апостол Павел прибывает вместе с Варнавой, с евангелистом Марком, прозванной Иоанном. Они прибывают на Кипр, там начальник города, которого звали консул, проконсул Сергий, которого прозвали Павлом. Но евангелист Лука подчеркивает, он был мужем разумным. Но если он был муж разумный, почему тогда у него этот волк какой-то, ну, по сути, такой частный экстрасенс, предсказатель и обаятель? А он еще жил по-язычески и был язычником. Поэтому тогда было, считалось просто даже, как можно сказать, считалось, что если человек, у него есть достаток, то есть у него есть власть, ну, естественно, деньги, он просто должен при себе иметь вот таких вот подобных людей, астрологов, обаятелей, гадателей. Но это было тогда, когда он был язычником. Просто хочется задаться вопросом, зачем сегодня люди, которые называют себя христианами, иногда мы их видим по телевидению даже, да, как они входят в храм Божий на Рождество там и на Пасху, ставят свечки. Но известно, что они содержат, не знаю, бюджетно или не бюджетно, экстрасенсов, разных астрологов и прочих. Эти сведения есть и до сих пор. Этот язычник, да, но эти называют себя христианами. Итак, мы видим, что, несмотря на то, что этот Сергий был язычник, как евангелист о нем говорит, что он был муж разумный, он внимательно слушает о том, о чем говорит ему апостол Павел. Здесь мы видим Савл, и у него уже другое имя, Павел. Меняется имя. Смена имени, ничего нового в этом нет. Мы помним, в Ветхом Завете Авраам был Авраамом, стал Авраамом. Иаков был Иаком, стал Израилем. То есть, когда у человека менялось его служение, менялось его дело, то часто менялось и имя. И видим, что Павел, как сказано, но Савл, он же Павел, исполнивший Святого Духа, устремив на него взор, на этого волхва, на этого кулдуна, по сути, экстрасенса, запретил ему и сказал, ты совращаешь людей с пути Божия. То есть, он сказал, по сути, ты душегуб, губишь души. Этот человек уже готов. И наказание, которое Павел навел на него, ослепление. И когда это увидел Сергий Павел, проконсул города на Кипре, то он уверовал во Христа. Тогда проконсул увидел, как мы прочитали, увидев происшедшее, уверовал, девясь в учение Господне. Отплыв из Пафа, Павел, бывшие при нем, прибыли в Пиргию и Памфилий. Но Иоанн, отделившись от них, возвратился в Иерусалим. Это интересно. Я вам сказал, что запомните, что он был родственником Варнавы. Мы видим, что здесь апостол Павел, о чем мы уже говорили ранее, он как бы берет на себя инициативу. Мы видим, что не Варнава обличает, не Варнава проповедует проконсулу Сергию, а именно апостол Павел. Он, Варнава, уступает место апостолу Павла в проповеди. Потому что он видит, что его слово более слышимо для других людей. И здесь, скорее всего, когда евангелист Марк, а он был очень молодой, именно о нем сказано, что он, закутавшись в одеянии, следовал за Христом. И когда его обличили, то он убежал на Гишом. Да, это о нем известные события евангельской истории. Но когда он увидел, что Варнава, то есть его дядя, по сути, он был его племянником, как бы пересдает бразды правления апостолу Павлу, «Может быть, он обиделся», предполагает один из отцов церкви. Например, Ронин Стридонский так пишет. «Может, ему стало как-то это обидно, что он был с главным, а тут дядя встал на второй план. И он решил возвратиться». А другой, например, Хрисостом пишет о том, что он просто соскучился по маме. Потому что был маленький, решил, ну, еще юношеский возраст, и решил ввенуться в Иерусалим. Разные причины, разные причины, много еще разных версий. Но, тем не менее, факт остается фактом. Поэтому, когда второй раз будет собираться апостол Павел, и они будут говорить, куда кому идти на миссионерское служение, то апостол Павел и Варнава взаимеют желание вместе, чтобы с ним шел и апостол Павел. Опять апостол Павел ставил вперед, а сам в помощниках. Но Варнава будет настаивать, чтобы и Марк тоже пошел с ними. Но тогда апостол Павел откажется. Он скажет, нет, я не согласен. Из-за этого у них произойдет ссора. Да, апостольская церковь, между апостолами происходит ссора. Но, как сказано, любящим Богу все содействует ко благу. Мы увидим, что все Бог делает для своего блага. Несмотря на то, что они скандалили, но просто они разошлись в разные стороны. Бог иногда и так делает, чтобы проповедь Евангелия распространялась. Для нас иногда кажется, как-то не совсем благоразумно, зачем вот один человек его переместили туда, а этот человек переместили сюда. Из чего только люди не говорят, это какая-то неразбериха, непонятно. Будем помнить, все, что Бог не делает, Он делает к лучшему. Значит, пришло время этому человеку быть там, а этому человеку быть здесь. Итак, мы видим, что Марк отходит от них, и далее их путешествие продолжается. Отплыв из Пафа Павел и бывший с ним, как уже прочитали, Марк взаотился в Иерусалим, они же, проходя от Пергии, прибыли в Антиохию Псидийскую и, войдя в синагогу, в день субботний сели. Антиохия — это не тот самый город, о котором мы говорили с вами ранее. Это другой город. Для того, чтобы туда добраться, в общем-то, были пути достаточно опасные. Нужно было преодолеть Таурусский перевал, где славился тем, что там бродили различные банды. И вот Евангелист Лука не описывает, как, если взять историческую литературу, то видно, что путь был небезопасный. Даже римские воины, если небольшие отряды, они боялись туда суваться. Ну вот, Евангелист говорит, что перешли, прошли все-таки, и дошли они до этой Антиохии Псидийской. После чтения закона и пророков начальники синагоги послали сказать им, мужи, братья, если у вас есть слово, наставление к народу, говорите. То есть они, иудеи, видят, что зашли к ним. Кто? Апостол Павел. А кто такой апостол Павел? Он иудей. А он и в одежде, да, иудейской. Они видят, что это братья из другого города, иудеи. Если есть что сказать, говорите. Так было принято в синагоге. И в этом не было ничего такого необычного. Павел встав и дав знак рукой, сказал, мужи израильские, боящиеся Бога, послушайте, Бог народа сего избрал отцов ваших и возвысил сей народ во время пребывания в земле египетской. Мышцую, вознесенную, вывел их из нее, и около сорока лет времени питал их в пустыне. Истребив, семь народов в земле хнаанское разделил им наследство землю их. И после всего около четырехсот пятидесяти лет давал им судей до пророка Самуила. Потом просили они царя. Бог дал им Саула, сына Кисова, мужа из колена Вениаминова. Так прошло сорок лет. Отринув его, поставил им царем Давида, о котором сказал, свидетельствуя, Нашел я мужа по сердцу моему Давида, сына Исеева, который исполнит все хотения мои. Из его-то потомства Бог по обетованию возвих Израилю спасителя Иисуса. Перед самым явлением его Иоанн проповедовал крещение покаяния всему народу израильскому. При окончании же поприще своего Иоанн говорил, за кого почитаете вы меня? Я не тот, но вот идет за мною, у которого я не достоин развивать обувь на ногах. Мужи, братья, дети, рода Авраамова, боящиеся Бога, между вами, вам написано слово спасение сего. Ибо жители Иерусалима и начальник их, не узнав его и осудив, исполнили слова пророческие, читаемые каждую субботу. Апостол Павел и проповедь его продолжается. Он обращается к иудеям, начинает рассказывать им истории, которые известны. Смотрите, очень важно для миссионерского служения и для миссионерской проповеди замечать эти акценты, которые делает апостол Павел. То есть он обращается к иудейской аудитории. Совсем другая его проповедь будет звучать в 17 главе книги Иоаннах Апостолов, когда он будет в греческом Ариапаге. Там он начнет именно состворение. Он говорит, Бог будет говорить, сотворивший небо и землю. Не надо иудеям объяснять, что Бог сотворил небо и землю. Они это и так знают. А еленам надо, потому что у них есть другие представления о сотворении этого мира. Фалес учил, что все произошло из воды. Там другие философы Аристотель, например, учил о вечной материи, из которой произошло все живое, из мертвой материи, проматерии. Там Платон учил о демиурге, который устроил весь мир. То есть были разные мифы. Здесь им не надо об этом говорить. Он им не рассказывает эти вещи. Они для них очевидны. Им не нужен шестоднев. А вот для уверующих в эволюционизм шестоднев необходим. А тем, кто верит, что действительно, например, баптисты, и проповедь будет обращена к ним, не надо им говорить о творении. Им лучше сказать о церкви, что церковь одна. И рассказать о природе церкви, о послеской преемственности. Апостол Павел все это знает. Он обращается к аудитории иудейской. Им известно, кто такой Авраам. И смотрите, как он говорит, вы дети Авраама. Но еще есть один важный момент. Смотрите. Он рассказывает историю. Известно все это. И рабство, и родословное, и царь Давид, и египетское рабство. Царь Давид, и судьи, и царь Саул. Все понятно. Но смотрите, на чем я специально остановился на 27 стихе. Смотрите. Ибо жители Иерусалима и начальники их, не узнав его, осудив, исполнили слова пророческие, читаемые каждую субботу. Он не говорит о том, что и иудеи там, они не приняли его. Он говорит, кто не приняли? Жители Иерусалимские. А почему апостол Павел говорит, что жители Иерусалимские? Он обращается здесь к иудеям. Могут сказать, иудеи, и вы не приняли. А им он еще пока этого не может предъявить. Они не слышали Слово Божие. Потому что они находятся где? В Антиохии, в Песидийской. Там, в Иудейской синагоге. Они его не отвергали. И он, видите, как мягко снижает тон проповеди своей. И говорит, что они вот там, израильские жители. Да, те иудеи не приняли. А вы? Давайте вы. Вы принимаете то, что я вам буду говорить дальше. И продолжает. Очень важно заметить. Видите? 27 стих. Ибо жители Иерусалима, начальники их, не узнали его, и осудили. Он говорит, как бы вы не причастны. Дает им шанс. Располагает их сердце. Это важный момент. И не найдя в нем никакой вины, достойной смерти, просили Пилата убить его. Когда же исполнили все написанное о нем, то сняв с древа, положили его во гроб. Но Бог воскресил его из мертвых. Сначала приводит всю историю. Потом говорит о покаянии. Потом говорит о том, что те, которые знали, все мессианские пророчества его не приняли. Дальше говорит о смерти Христа. И теперь говорит о его воскресении. Он в продолжении многих дней являлся тем, которые вышли с ним из Галилеи в Иерусалим. И которые ныне суд свидетелей его перед народом. То есть он указывает на себя. Он указывает на апостола Варнау, который рядом с ним. Который суд свидетелей, можно предположить, что он показал рукой. Потому что мы знаем обращение апостола Павла, оно было немножко другим. Он шел в Дамаск, когда гнать христиан. А вот он так и говорит. Суть свидетелей его перед народом. И мы благоествуем вам, что обетование данное отцам Бог исполнил нам, детям их, воскресив Иисуса. Видите, он не говорит вам. Он говорит нам. Обобщая уже. Очень важно, тоже скажу в проповеди, часто можно слышать такую проповедь, ну, не совсем грамотную, построенную риторическую. Вот у апостола Павла надо учиться. Действительно, риторики. Можно слышать, когда приходит лектор в аудиторию, начинает несколько раз слышать, там, с молодежи, еще какая-то встреча студенческая. И начинает говорить. Вы. Вот вам необходимо. Вы должны. Нам это необходимо. Мы должны. Вы грешники. А ты что, пришел? Праведный оракул. Поэтому вот не надо говорить вы, вам. Вам это надо. Вы должны. Мы должны. Покаяться, исправиться перед Богом. Это очень важно. Как и то, далее продолжает апостол. Как и во втором псалме, дальше он приводит псалм Давида, это второй псалм, ты сын мой, я ныне родил тебя. То есть он указывает на мессианское, что Иисус Христос — это и есть тот обетованный мессия. И кто воскресил его из мертвых, так что он уже не обратился в тление. Асем сказал так. Я дам вам милости, обещанные Давиду верно. Посему и в другом месте говорит. Не дашь святому твоему увидеть тление. То есть он начинает доказывать, что все пророчества, которые были произведены и Давидом, и другими пророками, говорят о том, кто, дальше так и скажешь, кто из них не увидел тления. Давид, так и будет говорить, а тот, который Бог воскресил, не увидел тления. Он говорит, Давид, знаем, где его гробница. Пророк в других, знаем, где его гроб Авраам, знаем. А где гроб Христа? Его нет. Почему? Потому что он воскрес. Потому что сбылось то пророчество, которое было сказано ранее. Он не увидит тления. И так добудет известно вам мужа и братья, что ради него возвращается нам прощение грехов. Вот он, указывает на главную жертву. Где иудеи приносили главную очистительную жертву? В Иерусалиме. Они туда все съезжались. Определенный праздник, определенные дни. Это был единственный храм. Как очищался ветхозаветный иудей от греха? Он должен был по закону принести что? Жертву. Так ему прощался грех. Животного, овна, голубя, тельца. Но апостол говорит теперь, Павел, говорит им о том, что все, то время этих жертв, оно прошло. Пришел сам Мессия. Он стал жертвой и победил воскресением смерти. И вот все, о чем вы не могли оправдаться законом, так и продолжает. Видите, 39 стих. Моисеев им. Оправдывается им всякий верующий. Берегитесь же, чтобы не пришло на вас сказанное у пророков. Смотрите, презрители, подивитесь и исчезнете. Ибо я делаю дело во дни ваши, дело, которому не поверили бы вы, если бы кто рассказывал вам. То есть апостол Павел приводит такой стих, говорит, что не просто это рассказано, не просто об этом написано, но это произошло. И это состоялось. Воскресение из мертвых. При выходе из иудейской синагоги язычники просили говорить о том же в следующую субботу. Что это за язычники, которые были в синагоге? Это те самые празелиты, которые готовились стать кем? Иудеями. Что значит иудеями? Принять иудаизм. Но они услышали силу проповеди апостола Павла. Иудеи еще так себе сомневались, возможно, и косились. Потому что, несмотря на что, народ избранный. А вот язычники, они услышали силу проповеди. И они побежали за апостолом. И просили снова говорить о том в следующую субботу. Когда же собрание было распущено, то многие иудеи и чтители Бога, обращенные за язычников, последовали за Павлом и Варнауэем. Которые, беседуя с ними, убеждали их пребывать в благости Божией. В следующую субботу почти весь город собрался слушать Слово Божие. «Но иудеи, увидев народ, исполнили завистью». Вот это вот самомнение и зависть, это на самом деле то препятствие к покаянию, что не дает нам исполнить первую заповедь, заповедь блаженства. Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. Поэтому, когда человек видит в себе вот это состояние, которое сегодня модно, это слово, оно сегодня модно, которое говорит о состоянии человека, какое? Самодостаточный человек. Да. Между прочим, мало кто знает, это слово, самодостаточный человек, а его впервые в лексикон по отношению к человеку ввел кто? Да, тот самый юнг, психолог, которому, как известно, являлся бесы, он сам об этом пишет, и видения различные, которые расповедовал, в общем-то, гностицизм. Самодостаточный. Кому говорили об этом в предыдущей главе и восхваляли его, что он самодостаточный, говорит, как Бог? Правильно, Ироду. Поэтому, если будем льстить сами себе так, закроем уши, и, не дай Бог, наведем себя гнев Божий. Так вот, они исполнились зависти, и старались противодействовать, и старались всячески, как сказано, противоречия и злословия, сопротивлялись тому, что говорил Павел. Тогда Павел и Варнава с дерзновением сказали, вам первым надлежало бы быть проповедным Словом Божьим. Вы подготовились к этому. Но как вы отвергли его, и сами себя делаете недостойными вечной жизни, то вот мы обращаемся к язычникам. Сам себя, самого себя погубить, сделать недостойным вечной жизни. Что? Зависть, нежелание слушать Слово Божие. Скажу, что нежелание и изучать Слово Божие, нежелание читать Слово Божие в свете Отцов Церкви. Все это есть, ничто иное, как обрекать себя, обрекать себя при этой жизни и отстранять от жизни будущего века. Потому что сказано, Слово Божие освящает человека. Слово есть светильник ноге, как говорит апостол Павел. Очень важно. Важно ли наукообразие при исследовании такого серьезного предмета, как теология, изучение богословия? Конечно. Но если это наукообразие превратится лишь наука ради науки, экзегеза ради экзегезы, то это будет пустота. Если это не будет растворено верою и воплощено в жизни, верою и любовью, и не будет воплощено в жизни, нет никакого смысла от этой эрудиции. Я бы даже сказал, не Бога познания, а буквы познания. Поэтому иудеи, они все устремились именно к буквы познания. Ведь помните, как тот самый Ирод, о котором мы говорили внуком, которого был другой Ирод, убивший Иакова, как он призвал тогда, когда искал его дед, помните, когда пришли волхвы, это рождественская история, и он искал, где родится мессия. Кого он призвал? Иудеев. Что они сделали? Пошли в книжное хранилище, достали оттуда что? Книги, пророческие книги Ветхого Завета. Прочитали, сказали, вот там-то, там-то лежит ему родиться. Захлопнули эти книги, отнесли опять в книгохранилище и сели, довольные, самодостаточные, изумляясь сами собой. Великие мы люди, все точно сказали, да единый йод-то. Но сами не пошли и не посмотрели, а так ли это на самом деле. Потому что главной своей задачей считали, что священное писание — это не руководство к действию, а просто предмет для изучения. Вот этого нам надо бояться. Этого надо остерегаться. Это приведет к зависти, как мы видим этих иудеев, к формализму, а теология богословия превратится лишь в предмет для изучения, а не к руководству, к руководству к жизни. Как оно должно быть? Ибо так заповедовал нам Господь, продолжает апостол, «Я положил тебя во свет язычникам, чтобы ты был во спасении до края земли». Язычники, слыша это, радовались и прославляли Слово Господне, и уверовали все, которые были предоставлены к вечной жизни. Уверовали. Они уже предбыли предрасположены к тому, чтобы это слышать. И Слово Господне распространялось по всей стране. Но иудеи, подстрекнув набожных и почетных женщин и первых в городе людей, воздвигли гонения на Павла и Варнаву и изгнали их из своих пределов. Они же, отрядшие прах с ног своих, пошли в иконию. А ученики исполнили с радостью и Дух Святаго. Что это были за женщины, которых подговорили иудеи? Это были празелитки. Светлян Затаус пишет об этом. Они в этом развращенном мире, в Антиохе и Писидийской, действительно, где не хочется рассказывать о том разврате, который там был, они, женщины, все-таки расположенные к Саламудре, как-то старались себя сохранить. И поэтому, приняв иудаизм, они все-таки находились под законом, одевали определенные одежды, такие вот иудейские, иудейского пошиба, и к ним уже, скажем, меньше приставали. Да. И противоположного пола, и однопола, и все там было, в этой Антиохе и Писидийской. И они их так подговорили, что вот они мешают, вот они против иудаизма, то, что вот, в общем-то, восприняли, и что вам помогло избегать какой-то разврат. Ну, и, конечно, так им с нравственной точки зрения, как бы даже подзапугав немного, что вот они хотят разрушить веру, и мало ли что они там говорили, они их настроили против апостолов. И посредством этого снова начались гонения. Но что делают апостолы? Они отресли прах с ног своих. Они вспомнили слова Спасителя. Помните? Он говорил, идите в один город, в одном примут, оставайтесь, не примут, идите в другой. Не примут, отресите прах с ног ваших. И дальше что? Отрадней будет Содом и Гамуру в день суда, нежели городу тому. Почему так? Почему так? Потому что на самом деле это звучит как утешение. Для кого? Для тех миссионеров, которые пытаются говорить, но их не хотят слышать. Но утешение утешением, но главное, чтобы за утешением не последовало лукавство. Иногда миссионер говорит, вот меня не слышат, значит, они все. Это народ развращенный, люди негодные, не хотят слышать меня. Но должен катехизатор и миссионер задаться сначала к себе вопросом. А достаточно ли я подготовился? А исполнил ли я все крестноречие, которое было, научился ли я у апостола Павла, который так и призывает, подражайте мне, как я Христу. Правильно я выстроил свою беседу, лекцию, встречу, прежде чем так говорить. Но, тем не менее, если мы все сделали, что могли, будем помнить. Наше дело что? Засвидетельствовать. призвать к покаянию. Засвидетельствовать самое главное. Что же? То, что смерти нет. Как и здесь сказано о том, что они были недостойны вечной жизни, а язычники удостоились вечной жизни. А ученики исполнились радости и Духа Святаго. Помните, как говорил Спаситель? «Будут гнать, радуйтесь и веселитесь, и вам сда ваша много на небесе. Так гнали прежде вас и пророков. И ученик не выше достоинством, нежели учитель. Так и говорит Спаситель. Главное в вашем деле, тогда светит свет ваш перед людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного». Вот в этом была проповедь апостола, в этом была проповедь и миссия Варнавы, апостола Павла в этих городах, на Кипре и в Антиохии Псидийской. И Campaign for Sleep for Sleep и Emergency Рекмон